Празднование Великой Победы уже в следующем году может пойти по новой схеме. С таким предложением выступил Дворец культуры Арктика, опираясь на мнение жителей. С каждым годом участников торжеств становится все больше. Растет и количество желающих встать в бессмертный полк, отметил руководитель Дворца культуры Арктика Александр Бурдыка. Для всеобщего удобства и комфорта празднование предлагают разделить на несколько тематических блоков. Об этом речь шла на заседании Организационного комитета по подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Более 5000 гостей и жители окружной столицы приняли участие в праздновании 72-й годовщины победы в Нарьинмаре. Почти каждый второй из них прошел в составе бессмертного полка по улицам города с портретами родных и близких участников Великой Отечественной войны. По оценкам организаторов, число участников торжеств в столице региона с каждым годом становится все больше. Разместить всех на Марацеи становится проблематично. Растет и число желающих обожать цветей и венки кобелевской победе. По этой причине мероприятие превращается в церемонию возложения цветов. Достаточно не торжественную, а траловую в эту процессию. Поэтому хотелось бы выйти с предложением рассмотреть и разнести мероприятие. Есть предложение о торжественной церемонии возложения цветов и венков кобелевской победе. Мы хотим предвидеть с 8.30 до 11.00 утра, с 11.00 до 14.00 оставить праздничное гуляние, а акцию «Бессмертный полк» унести на 15.00, как это делается практически по всей России. И с прохождением, допустим, от памятника Портовика до Белийской победы. По мнению Александра Бурдыка, разделение торжества на тематические блоки будет более комфортным и удобным. Участникам «Бессмертного полка» больше не придётся стоять в тесных рядах у сцены во время парада. На площади станет больше места для зрителей, а главная долгая церемония возложения цветов кобелевской победы не будет разделять парад и начало народного гуляния. Представители администрации согласились с рациональностью такого предложения. Наша территориальная тонировка площади не позволяет провести, чтобы это было таким нормальным движением. Поэтому здесь придётся по времени, чтобы действительно не превращаться на травм, но праздник всё именно в праздновании Дня Победы, то есть разноска по времени и «Бессмертного полка» и торжественных мероприятий, чтобы люди в течение всего дня могли приметь участие в нескольких вот таких блоковых мероприятий, которые будут идти к во времени празднования 9 мая. То есть предлагается в следующем году опробировать эту новую систему для нас, и чтобы уже понимать, чем мы возникли юбилею победных. Организационное предложение решено обсудить на совместной рабочей группе. Главная цель – сделать День празднования Дня Великой Победы по-настоящему торжественным и удобным для жителей и гостей столицы. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север».